много фейков на вас с вами если вы в социальных сетях есть какие есть причем у меня там недавно я заходил пострел меня поставили что эта информация может быть ложная я не помню свои и потому что то 11 ой 1 0 0 9 я точно не вспомню на этом на фотке в позе кунг-фу вот и ванька я использую в идею тоже не знаю фейков включена есть самые дустрей странички иногда помогают друзья ну да который в принципе там чуть ли не в телефонном режиме спрашивает меня ответы вопросы которые задают как поступить сам самодеятельность деятельности там нет то есть я все контролирую сочетаю все вижу это вконтакте да а других twitter одноклассники я не только вконтакте ну думаю зарегистрироваться на фейсбуке потому что интересно но пока нет марина спрашивает привет бывали ли случаи что поклонницы или назойливые фанаты проявляли себя нагло по отношению к тебе чтобы ты им сказал нагло иногда нагло и сообщение приходит в контакт чтобы почему ты не отвечаешь ты зазвиздился еще что-то но я как правило такие сообщения даже не отвечаю правда я не знаю это единственный так вот чтобы в живую там поправлялась такого не было вопрос от наверно той же марины у меня вот такой нелепый вопрос тебе уже дарили подарки поклонницы какие они были и если у тебя какие-то смешные истории связаны с какими-то безрассудны безрассудными и нелепыми подарками вот смешных историй с безрассудными и нелепыми подарками нет а в плане вот дарили подарки да дарили нам когда они на концерт цветы девчонки подарили мне зажигалку такой классный там написано с любовью для дима монатика это было очень приятно то есть она сейчас у меня лежит и никуда не выношу потому что этот человек который все это теряет такие маленькие вещи но это память это классно ну и открытки всякие ну дарят подарки приятно какой-то самый необычный подарок тебе больше всего запомнил зажигалка да ну да еще один вопрос от марины почему почему-то захотел быть танцором и как как ты придумываешь движение нету такого захотел есть понимание нравится мне нравилось танцевать все время но это получилось ты в детстве ходил на какие-то там на 14 лет пошел на брейк-данс и пошло а до этого не занимался а чем занимался ходил на какие-то секции спортивные конечно бассейн там не знаю по моему даже один раз меня завели на бальные танцы не очень быстро туда стрессом убежал до 14 лет не сильно было вопрос от риты дима твоя последняя девушка была танцовщицей дарь какие черты характера тебе больше всего нравились не скажу и знакомил ли ты ее когда-нибудь со своими родителями дарь правда ли что твой отец передавал постоянно милку другим участникам шоу ну как то есть не отец а вам с папой дань давали милку мне а я уже давал всем участникам шоу проходила через меня все какие вышли они огромные большие не узко пишет привет димочка очень интересно узнать какой твой любимый фильм и какой у тебя любимый исполнитель насчет фильма я часто говорю кто не видел советую кто знает тот знает впечатлил меня очень сильный искусственный интеллект стивена спилберга фильм от которого я плакал три раза и от разных эмоций в конце аплодировал там дивана пару круто вот и рей рей это фильм который я могу смотреть не знаю раз в месяц не надоедает очень дженни фокс актерище что-то такое снова не могу откопать но это такая моя классика то есть мне понравился стресс тенина и свой в лас-вегасе тоже часто любит присматривать плане исполнителей балдею от джона леджин да сейчас очень понравилась сия миша рак не открыла такую группу очень хорошая вот сейчас затираю вот эту песню рановой к не считаешь ли ты себя романтиком иногда проскакивает очень разным было иногда ну действительно очень бывает романтическое настроение иногда мега дурацкое такое надо чудить что-то делать разные романтиком бываю дима спрашивает у димы пойдешь на танцуют все четыре и чем вообще думаешь заниматься скором будущем ну как насчет кастинга ну на самом деле танцуют все это начинается вот уже сейчас очень не за горами очень предкастинг на самом деле не планирую и наверное не пойду потому что думаю что будет чем заняться и будет работа не будет работа который будет каких-то проектах вы не собираешься принимать участие да ну не знаю пока пока наверное нет возможно в будущем если какой-то будет интересный проект может может сделать какой-то классный проект там где все участники бывших шоу могут быть соединить соединили вместе еще вопроса дима мы услышим еще песню твоем исполнении очень нравится песня лень не лень обязательно 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 марина спрашивает здравствуй дима мне интересно услышать первые слова родителей когда они увидели тебя на пороге квартиры прости за личный вопрос привет вот ну то есть какие-то слова поддержки может быть нет или нет вообще нормально все на все нормально классно ушли все вообще не переживай ничего страшного там никто не утешал зачем все нормально вопрос от юли привет димка скажи пожалуйста какие чувства ты испытываешь когда поешь танцуешь на сцене и что ты любишь больше всего из сладкого и сладкая больше всего люблю пирожное картошка это моя слабость ну или что-то в этом роде потому что это похоже вкусняшек 1 перед ставки что было что такие чувства испытываешь во время когда танцуешь поешь на сцене все зависит от песни на самом деле не знаю постановки очень очень часто просто так вот будут мурашки это непонятная эйфория сценическая которую организм требуется не требует кайфу короче время у нас подходит концу давай последние два вопроса и будем выбирать победителя ирина спрашивает какие эпизоды своей жизни вы можете сравнить с участием в x-factor эпизоде своей жизни вы можете сравнить ничего себе классный вопрос даже не знаю как сразу не смекались то ответить вот какие вопросы какие эпизоды в жизни что было еще более более важного скажем так не знаю вот можно сравнить переезд свой в киев вот такой очень запоминающийся то есть вообще изучение x-factor изнутри и понимание что ты находишься на проекте во что я думаю каждый участников очень долго пытался поверить потому что мы все ходили таки как в сказке первые дни точно так же когда я переехал в Киеве я решился переехал из родного города еще здесь когда никого не знал тоже ходил вот так вот изучал какой город такой класс такой можно сравнить с переездом с чем-то новым с чем-то большим и вопрос от аленки здравствуйте дмитрий очень жаль что вы покинули это шоу хотела бы узнать почему вы покрасили волосы это для того чтобы быть более чтобы более отличаться от сафарова ну как же вам ответить на самом деле я то волосы не красил ну их покрасили мне не знаю мне первые дни вообще не очень нравилось возможно это сделали для того чтобы мы с сафаром отличались друг от друга но на самом деле я за то чтобы меняться ну то есть эксперименты там с волосами ну вот попробовали в конце даже чуть-чуть начало нравиться но сейчас уже стрелусь никак не достигнусь не сострелюсь и последний вопрос от аленки так 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 чтобы вы выбрали стать президентом или победителем x-factor ну во первых вообще я считаю что артистом быть прикольнее чем президента вот хорошим артистом президента столько всего на плечах висит он и так бедный там от народа получать и народ от него и в общем не очень я хочу пока тыкаться в эту политику все же что происходит конечно лучше быть победителями x-factor честно говоря лучше быть просто участником даже это был наш последний вопрос к сожалению вопросов пришло великое множество но озвучить мы их не успеем дима победитель кто выбрал елки но было на самом деле очень много классных вопросов мне вот этот с президентом понравился но вот вопрос который так очень сильно заставил порыться в себе это про эпизоды жизни x-factor до сравнения какие эпизоды своей жизни вы смогли сравнить с участием x-factor до вопроса тарина наш победитель поздравляем и и завершение завершающие слова нашим читателям ну и так наши читатели что мы будем накануне праздники желаю вам очень хорошо их отпраздновать незабываемо ярко в тон кругу людей которые для вас самые теплые родные не забывайте мечтать верить мечты держаться на оптимизме в любых ситуациях и оставаться людьми и все у нас будет хорошо впереди очень-очень хорошее время спасибо